Красота своими руками. Дерево, камень, глина и ткань в руках профессионалов превращается в настоящие произведения искусства. Лучшие из лучших в нашей республике соревнуются между собой на ежегодном республиканском конкурсе народных художественных промыслов. Наследие народного искусства, конкурс молодых мастеров и чувашский сувенир. По этим трем направлениям прошло соревнование в этом году. Вот уже более 10 лет мастера художественных промыслов в различных сферах выставляют свои работы. Это и вышивка, и керамика, и резьба по дереву. Здесь потрясающие образцы народных художественных промыслов Чувашской республики. Вы видите, тут люди смотрят, фотографируют. Ну, наверное, любое творчество так развивается. Где-то подсмотреть какие-то идеи, какие-то дальше сделать шаги по развитию. Поэтому я очень рад, что у нас в Чувашии движение народных художественных промыслов, оно развивается. Оригинальность, оформление, новизна, актуальность и доступная цена изделия. По всем этим критериям жюри оценивало конкурсантов. Вышивкой я занялась уже где-то 6 лет назад, после того, как училась в художественно-графическом факультете. Мне понравилась как бы эта яркость, цвет сам, вышивки, что-то такая старина, история какая-то, древность. Вот эта работа занавес. Разработала ее сама своим эскизом. 58 участников, 150 изделий и на все про все ровно один месяц. Но настоящие профессионалы своего дела могут смастерить работу даже в рекордные сроки. Например, победителю в номинации «Мастер наследия народного искусства» Ирине Федоровой понадобилось лишь 3 дня. Все конкурсы, они, в общем-то, как-то собирают. То есть, вот ты вроде работаешь, работаешь, да, а на конкурс хочется сделать что-то такое особенное. То есть, ну, то, что раньше я не делал. Вот в этом плане оно как бы стимулирует дальнейшее творчество. То есть, хочется что-то использовать, какие-то новые вообще техники, что-то новое придумать. Вот. И получается вот какой-то результат такой, с которым дальше можно работать. Организаторы конкурса не собираются останавливаться на достигнутом, а планируют продолжить популяризацию народных художественных промыслов. Так что все желающие могут попробовать свои силы и выставить работы в следующем году. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.